Девушки отдыхают Но две недели назад врачи Сочинской первой клинической больницы отрезали Женю ногу. Кубки и медали остались в прошлом. Пациент просто оставить без ноги, это вообще, я просто считаю, это дикость. Оставили человека, сказали, никаких мер дополнительных не надо. А меры нужны были. Барокамеры нужны. Как говорят друзья, звезда брейк-данса лишился ноги по вине врачей, которые вовремя не поставили Жене верный диагноз. Он передал записку. Делайте, что хотите, я хочу жить. Я хочу сделать все, чтобы его мечта осуществилась. Я хочу, чтобы он жил и нас дальше радовал. Что делать и кого просить о помощи, когда остаешься вдруг один на один со страшной реальностью? Был ли шанс у Жени Смирнова на лучший исход? И кто оборвал все его надежды на яркую жизнь и карьеру? Двезда танцпола. Тема эфира сегодня в студии Анна Харламова, близкая подруга Жени, благодаря которой стало широко известно об этой трагедии, которая произошла на майские праздники. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, кто такой Женя Смирнов и как давно вы знакомы? Женя Смирнов это лучший друг нашей семьи. Мой муж с ним танцует в одном коллективе, фристайл мастерс. Ребята танцевали в отеле, в котором я работаю. Тогда мы со всеми познакомились и очень подружились. На тот момент я видела, наверное, все девчонки вообще побережья, видели в них самых ярких, красивых парней, которые просто очаровали от мала до велика всех. И уже не кличка Рыжий, как я понимаю, судя по... Да, самый солнечный человек, у него яркие такие зеленые глаза, весь в веснушках, сам, ну просто человек солнца. Давайте посмотрим на одно из его выступлений. Внимание. И сколько лет, Женя, скажи? 25. 25 лет? Да, как всем. Он всего добился сам, став чемпионом России по брейк-дансу? Или там у него родители, поддержка? Ну, он сирота фактически, потому что родителей у него давно нет. Он сам все сделал, своими руками поднимает не только себя, он тренирует деток, своими ребятами выступает. То есть все заслуги – это его личные заслуги. Итак, что случилось? Какого числа, во сколько произошла эта трагедия, которая всклыхнула всю страну? 30 апреля, в общем, мы как бы собрались с друзьями у нас дома, мы обедали. Он играл с моей дочкой, они бегали по квартире, играли в догонялки. Вот, потом все вышли на улицу, я стала укладывать ее спать. И где-то в час ночи мне позвонил муж и сказал, что Женя сбила машину. Как выяснилось, где-то между 10 и 11 часами он ехал на мопеде, и его подрезала черная приора. Были очень сильные крики, мне тут девчонки рассказывали, они с другой улицы услышали, прибежали на шум. А водитель скрылся с места преступления, оставив бампер и номера. За ними он позже вернулся. Может быть, даже не столько посмотреть, что произошло, а чтобы замести, может быть, следы. А Женя остался там, на дороге. Позже его забрали в больницу, и начался следующий этап его жизни. Давайте послушаем очевидцев этой трагедии. Внимание. Был ужасный крик, мы живем в доме напротив, был крик. Мы сразу же выбежали с женой, я увидел, произошла авария, и лежал Женя на асфальте. Потому что там Женя орал, там такое было, там такое, там, это просто. На голове там, этот, скальпель с волосами висел. Виновник вел себя очень агрессивно. Практически не был настроен, как бы, чувства сожаления в глазах у человека не было. Был неадекватный, даже были моменты его агрессивности, проявлялись на друзьях. То есть он пытался кидаться как-то, вот, парень, то есть очень неадекватный парень. Он провоцировал, да. Я не виноват, говорил, я, говорит, не виновен, я не чувствую своей вины. Парень сбил и потом развернулся, уехал. Я пришла 3-го числа к ним в больницу с ребеночком, со своим, и я была удивлена, настолько стоял сильный запах в палате. Вот так выглядели простыни, вот так выглядел Женя, лежа в больнице. Да. То есть он лежал в собственных выделениях, в собственных... Да, я видела у него сраны капало, вот, как бы жидкость, запах очень такой резкий. Ну, я не медик, не могу судить вообще, но когда я увидела просто и почувствую это все, мне просто стало плохо. То есть гниение, да, вы почувствовали запах, ну, если называть вещи своими именами. Это, да, это было, не знаю, просто запах сбивал вообще, то есть невозможно было зайти в палату. А врачи что говорили, что все нормально, не волнуйтесь, все под контролем? Да, то есть мы, что нужно врачам, что все нормально, все есть. Ребята бегали по врачам, по больницам, с ним находились, его семья, его близкие. Я засела... Кто бегал, вы, да? Вот все, да, вот. Да. То есть получается, что ногу отрезали не по вине ДТП, да, так как я понимаю? Нет, по вине, абсолютно, врачи все не хотели выпускать из города, надо поехать в Краснодар, никого не пускали в Краснодар, они отняли у него, просто отняли. Врачи, в том как бы возникает, почему в Лазаревской пытались спасти Женю ногу, через 4 часа его привезли в Хосту, там уже спасали жизнь, как такое вообще может быть? Ни в Лазаревской, ни в Хостовской больнице не оказалось ни одной кислородной барокамеры, при гангрене эти камеры обязательно нужны. У нас здесь есть врачи, а вы как специалист, ребята правильно поставили диагноз, скажите? За мой период работы, а я работаю в политравме, там где с открытыми переломами поступает очень большое количество людей, это городские больницы наши. У меня было два случая газовой гангрены, всего лишь два случая газовой гангрены. Она как правило, как правило, не развивается. Она может просто от двух переломов ноги открытых развиться газовая гангрена, от этого не отрезают, насколько я знаю, ноги. Ломают позвоночники, людей собирают. Это беспредел, это просто беспредел, это мясники. Для того, чтобы развилась газовая гангрена, необходимо, чтобы в рану попала инфекция, анаэробная инфекция. Нет, что, инфекция, скорее всего, попала именно в результате ДТП. В результате ДТП. А в такой повязке разве, вообще, может, любая инфекция развиться в такой повязке? Врачи либо не промыли ему достаточно досконально раны, либо у них просто были, извините, конечно, грязные повязки, грязные инструменты, которыми они, как бы, делали Жене первую операцию всего лишь навсего. Сделать, собрать открытый перелом двойной. Праздники были. Праздники были. Для меня вся эта история, я возвращаюсь из послемайских праздников и вижу, начинается огромное количество сообщений, и я начинаю смотреть эту всю историю. Вы рассылаете во все средства массовой информации, вы начинаете подключать народ, вы начинаете собирать деньги, вы начинаете кричать о том, что друг погибает, вы организовываете акции на улице. Давайте посмотрим, как вся страна отреагировала на тот призыв, который прозвучал из Лазаревского «Помощь Жени Смирнову». Внимание на ролике в поддержке. Внимание. Мы представители молодежного движения «Стритворкаут» в городе Демидов. Передаем большой привет Смирнову Евгению. Женька, ты обязательно... ...поправишься. Мы верим в это. Йо-йо-йо, Жека. Сил тебе и скорейшего выздоровления. С тобой Бибой Камар, команда ТОП-9 Крю. Мир. Держись, Рыжий. Питер с тобой. Кто за то? Жека, Рыжий, мы с тобой. Дорогой Женечка, я желаю тебе огромного здоровья, желаю тебе огромного терпения. Хочу, чтобы ты быстрее поправился. Держись, молодцом. Электросталь с тобой. И как я понимаю, пока вы не дошли до мэра Сочи, вся ситуация оставалась просто бесконтрольной. Да, мы пытались, значит, врачи сообщили, что два раза был официальный отказ из Краснодара, для того, чтобы там более достойная клиника, с более высоким персональным уровнем лечения. Естественно, отправили в хосту, где уже стоит вопрос, что ему уже не просто вопрос ампутировать или нет, а ампутировать для того, чтобы спасти жизнь. Врачи сказали, все, ждите утра, доживет, не доживет, молитесь. В этот момент мы начинаем просто трубить, я как бы как могла кричать всем друзьям, давайте собираться. Мы дозвонились до Эдика, он живет в Израиле, он стал искать клинику, поскольку наши клиники отказались его принимать, и состояние уже крайне тяжелое, то есть, ну все, как бы мы уже просто молились за его жизнь. Те клиники израильские некоторые дали ответ, что они готовы его принять. Соответственно, это стоит денег, мы стали собирать эти деньги. Я позвонила мэру города Сочи Анатолию Николаевичу Пахомову, рассказала ситуацию, он подключился. Буквально минут через 40 в хосту приехал кортеж, реанимобиль, скорая помощь, врачи, ГАИ, и Женю отправили в Краснодар, в краевую больницу, где сейчас он и находится по сей день. Без ноги, но, по крайней мере, живой. Водитель приходил, предлагал помощь. Он принес 12 тысяч. Люди приносили по 200, по 300, приносили, приходили сутками, у нас ночевали. Он пришел, сказал, все, как бы, я не чувствую за собой вины, разбирайтесь, если что, звоните. И до сих пор ездит по городу на своей черной приоре. Давайте послушаем его, потому что он, не знаю, ощущая или не ощущая своей вины, приехал на эту программу. Михаил Лободенко, встречаем его. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Спасибо, что согласились приехать. Вы знали Женю Смирнова? Нет, не знал. Что произошло, расскажите нам. 30-го числа в ночь я разворачивался на дороге, запрещающих знаков нет, разметка позволяла. На встречной полосе? А можно включить? Конечно, включал, девушка. Вы не убедились, что у вас нету помехи, что у вас человек сзади едет на мопеде. Во-вторых, вы скрилили с места преступления и чисто случайно заметили, что у вас отвалился бампер с номером. Господа, если суд, мне очень жаль, что произошла такая ситуация. Если суд признает меня виновным, я готов понести законное наказание Российской Федерации. Там есть схема. Секунду, ребята. Подождите, мы сейчас разбираем вот этот момент именно самой аварии. Там есть схема. Как произошло столкновение, скажите? Я разворачивался. Это вот правая полоса. Я двигался по правой полосе. Евгений двигался тоже по правой полосе. Видите, как он должен был двигаться на правой полосе. Но удар был на крайне левой полосе. Крайняя левая полоса – это разворот мой. Понимаете? Вы видите на фотографиях, если вы посмотрите машину, удар в фару. Крайнее, ну, крыло. Моя машина была уже в развороте. Допустим, оба в равной степени виновны. Почему вы уезжаете с места аварии, а не берете парня и не везете его в больницу? Вопрос этот просто элементарный. Я думаю, вы общались с сотрудниками ГИБДД. Сотрудники ГИБДД приехали в течение двух-трех минут. Максимум четыре. Если бы я покинул место ДТП, если бы меня не было в этот момент на месте ДТП, у нас лишаются права, ты признаешься официально виновным сразу, и забираются права на полтора-два года. Машина моя получилась, вот она рядом. Люди, в принципе, когда подбежала основная масса людей, я не обязан им кричать, господа, это я его сбил. Это при моем участии. А ты какую-то помощь человеку оказал, которого ты сбил? Ты помог его? Ты как человеку помог? Я сейчас в больнице без ноги, это ДТП. Девушка, мне жаль, что такая ситуация. Но единственное, поймите одно... Но ты ходишь сейчас двумя ногами, ты двумя ногами ходишь по земле, тебе жаль. Подождите, при развороте машины... Скажите, хорошо, вы приходили в больницу, навещали Женю? Говорили, что я спрятался, говорили, что я скрывался. У близких друзей есть у вас парень такой, Павел. У него был сразу же с этого же вечера мой сотовый телефон. Первого числа, созвонившись с Павлом, мы были в больнице вдвоем. Пытались найти врача. Врача в тот момент, ну, не нашли мы, нам, ну, не было врача. Второго числа, тоже в районе 9-10, я был в больнице уже... Пьяным. Девушка, ну что вы так говорите? Пьяный, я на машине езжу. Смысл не в этом. Мы видим, как ты ездишь на машине. Может быть, вы едете пьяный? Девушка, освидетельствование, подождите, подождите, вы, я понимаю ваши нервы, я понимаю ваше состояние. Я проходил медосвидетельство, при любом ДТП проходится медосвидетельство. Да не надо наше состояние понимать, ты его состояние пойми. Я понимаю, девушка. Как он спалит 25 лет? Девушка, я понимаю, вы зря то говорите. Второго числа я познакомился с его сестрой. Мы вместе с сестрой подходили к врачу. Она не даст мне соврать. Врачи сказали, что состояние стабильное. Я предлагал врачам, говорю, если вам нужны какие-то дополнительные лекарства, скажите, пожалуйста, я чем смогу, я помогу. Помоги? Да. Третьего числа, третьего числа нужны были срочно ампулы. Шумихи такой не было. Сестра Евгения обратилась за помощью. В тот момент у меня были деньги на 10 ампул. Я знаю, что ты звонила, что ты своей вины не чувствуешь. И спокойно ездил по городу. Нет, а как я должен быть ездить? Подождите, у меня есть даже просто, я не привез так передать. А если, подожди, я тебе сказал, если это ДТП, у тебя должны были отобрать права, как ты ездил без права. Давайте пригласим сюда еще одного свидетеля этого ДТП, Руслан Цикало. Его точка зрения, кто виноват и кто должен был отвечать. Встречаем, Руслана. Ты понимаешь, что ты человека без ног оставил? А? Как ты с этим будешь жить? Очень тяжело. Мне очень жаль. Я знаю, я признаю. Смой, что ли? Руслан, скажите, Михаил говорит, что он не уезжал с места аварии, что он был... Я пришел на место ДТП, никого не было там, первые люди начинали собираться, машины не было, шлем лежал на асфальте, мотоцикл был и Женя лежал. Начали люди подходить, там женщина с ним очень хорошо поддерживала его. Помощь оказывала. Помощь оказывала. Я говорю, кто сбил, где человек? Говорит, уехал он. Уезжать с места аварии, я считаю, это двойное преступление, понимаете? Какими это... Уехать, это скрыться. Уехать, это скрыться. Давайте дадим слово депутату по Краснодарскому краю, да. Врачи на сегодняшний день, на сегодняшний день в Краснодарском крае, и когда я разговаривал с Золиной Галины Дмитриевны, разговаривал я с Пархану Владимиром Алексеевичем. Галина Дмитриевна прислала письмо к нам в редакцию, вот у меня письмо Галины Дмитриевны, сейчас я вам зачитаю, письмо Галины Дмитриевны, послушайте, мне говорит героиня, мы собирали деньги, никто не отказывался брать, только когда мэр дал ЦУ, его забрали в Краснодар, мы собирали деньги. Вот что пишет мне Галина Дмитриевна Золина, она пишет, я в очередной раз гарантирую, что такая благотворительная акция, которую вы собираетесь устроить на всю страну и собирать деньги Жене Смирнову не нужна. Мы в состоянии обеспечить лечение Жене Смирнова с применением самых современных медицинских технологий и разработок. Протезирование будет производиться в нескольких этапах, займет несколько месяцев. Я надеюсь, вы не допустите обманы телезрителей, которые посмотрят вашу программу и будут готовы перечислять деньги Жене Смирнову. Я являюсь уже другом Жени, изначально, когда началась вся эта ситуация, происходило так, помощи как таковой ни от кого не было, мы с Аней вдвоем не спали сутками, сидели в интернете. Когда поднялся реальный кипиш, извините, я так могу только сказать, когда люди все услышали об этом, начали собираться, только тогда начали, только тогда зашевелились. Если бы мы этого не сделали, Женя был бы мертв. Давайте мы сейчас сделаем короткую рекламную паузу. Далее в нашей программе врач, который ампутировал ногу Жени, расскажет, как все произошло после рекламы. Сергей Стариковский, не переключайте. В эфире «Пусть говорят» тема эфира сегодня – звезда танцпола. Еще недавно 25-летний Евгений Смирнов был звездой танцпола. Чемпион России по брейк-дансу готовился покорить весь мир. Но две недели назад врачи Сочинской первой клинической больницы отрезали Жене ногу. Кубки и медали остались в прошлом. Как говорят друзья, звезда брейк-данса лишился ноги по вине врачей, которые вовремя не поставили Жене верный диагноз. Что делать и кого просить о помощи, когда остаешься вдруг один на один со страшной реальностью? Был ли шанс у Жени Смирнова на лучший исход и кто оборвал все его надежды на яркую жизнь и карьеру? Сейчас в этой студии появится друг Жени Смирнова, Сергей Кондрашов, который сделал эту шокирующую фотографию, когда увидел своего друга лежащим несколько дней в больнице. Встречаем Сергея. Я реально искалечил жизненному другу, я считаю, ты должен за это ответить. Я готов. Ты ответишь за это. Эту фотографию сделал за час до того, как ампутировали ему ногу. Когда я приехал в хосту, как бы ему уже обрезали все буквально мышцы по бедро. Мне врачи сказали, что другого выхода нету, но я пытался созвониться еще с другими врачами. Я звонил в портовскую клинику, она у нас в принципе самая лучшая по Краснодарскому краю, в городе Туапсе находится. И хирург тамошний, он мне сказал так, что ребята, вы слишком поздно. Это, ну как, начали вот это движение. Когда я вам врачи говорю, что все в порядке, мы все сделаем, все будет хорошо. Если Стариковский убеждал то, что все хорошо, я ему поверил. Медсестры, в принципе, сказали такое, ну они ругались на Лазаревскую и сказали, сволочи, как могли такое допустить? Вот, это были слова медсестры. Я хочу сказать, что Сергей Стариковский, врач первой больницы поселка Лазаревская, отказался приезжать на программу. Но вот как он комментирует ситуацию, вот что он рассказывает, внимание. Когда учился еще в институте, и нам говорили, боитесь толстых, рыжих и диабетиков. Он рыжий, да, и вот, когда он поступил, и сразу, ну, ой, тостался же мне он. Вот, потом, ну, не знаю, как вот, разумеется, мне вас убеждать, что у меня есть совесть, наверное, лишь на смыслах, каждый про это скажет. Ну, например, я точно говорю, когда у меня есть принципы, не секрет, зарплата у нас очень маленькая, да, там, ну, скажем, у меня зарплата 4 евро. Ну, не в этом дело. Вот, что же я хочу сказать. Про совесть мы говорили. Да. Ко мне приезжают сюда полечиться с разных мест, да, потому что я, ну, не дурак, вот так вот. Вот сейчас я лежал, капался, мне несколько человек позвонило, которые, да вы уже отличились у меня, что чем помочь, да, что мы можем для тебя сделать, ну, такое слушаем. Спасибо, что позвонили, ну, чем еще вы мне можете помочь, да, вот, ладно, это просто пережить, вот, как стихийное бедствие. От кого я не прячусь, да, вот, я, ну, как бы, скажем, готов разговаривать с кем угодно, но есть смысл разговаривать тогда, когда человек понимает, да, когда он готов слушать. Вот я, ну, нет, как бы так сказать, говорить, не мечите бисер перед свиньями, да, я нахожу успокоение в том, что Христа распяли, да, я кто такой. Почему этот человек до сих пор ходит на свободе, да его давно в тюрьму надо посадить? Андрей, Андрей, я, смотря на этот кадр, я еще раз убеждаюсь, нас не спасут никакие укрепления материально-технической базы, аппаратуры, если врачи не будут иметь сердце и душу. Ну, что же это за брать? Андрей, да не ответственность никакой не будет. Скажите, вы, как человек, который занимается защитой пациентов, вы считаете, время рубить бабки, плакаты на стене в кабинете врача, это... Он даже сказал, что зарплата-то маленькая у врачей. Неотвратимость ответственности должна быть, безусловно, вот, ее, конечно, здесь нет, и пока... Ребят, я понимаю ваши эмоции, но здесь есть серьезная юридическая составляющая, и все, что вы сейчас устраиваете, вы действительно спасли жизнь, вы молодцы, вот. Но сейчас должны начать работать юристы, и должна быть правовая оценка всему, что произошло. Значит, что делает Женя? Жене надо продолжать жить в тех условиях, в которых он оказался. Пока врач не будет знать, что он несет за это уголовную ответственность, он будет себя вести вот так. Люди будут умирать, он будет говорить, что рыжих надо бояться, когда узнают, что за этого мальчика он будет 10 лет сидеть. Как вы прокомментируете? Мы можем получать письма, мы можем верить, что деньги не нужны, что все сделают. Но когда врач говорит, что бойтесь рыжих больных, и я не хочу метать бисер перед свиньями, то скажите, как вот вы, как депутат, реагируете на то, что завтра поедут ваши родственники, наши дети окажутся в Лазаревском, будут отдыхать летом, и попадут вот к такому врачу. Может быть, грех говорить, но мой родной племянник две ноги выше колена отрезали полтора десятка лет. Эту всю боль, как дядя родной, я знаю и переживаю. Правильно здесь товарищ сказал, придется жить, но целая цепочка врачей занималась им, Женей. Сегодня врачи делают все. Может быть, что-то так сказать. Сегодня. Раньше наоборот вообще нет. Я говорю сегодня. Не секрет, что в России сейчас на праздники, не дай Боже, попасть в такую ситуацию. Не дай Боже, в России на праздники попасть в такую ситуацию. Тебе никто не поможет. Умрешь. Поля. Ну, то, что человеку придется жить, из его силы и воли, с которой он стал чемпионом по брендамсту, я думаю, что он найдет в себе силы и профессию, он сильный. То, что это традиция жуткая, это точно. То, что перед нами не человек, это тоже очевидно. Потому что мы не судим вопрос о том, как автомобилист любой, да, я плохой автомобилист, но я знаю, что с ДТП запрещено уезжать. И когда просто, даже если ты этого не знаешь, и ты понимаешь, что перед тобой кто-то падает, не остановиться. И если нет рефлекса, это мы сегодня словами, шумом, судами человеку не вставим. Это вставляется в детском возрасте. Это или есть, или нет. И если нет, когда перед тобой человек упал, мгновенно выскочить, а ты уезжаешь, то это разговор ниже пояса. Понимаете, меня волнует вопрос больницы. Мы видели врача, которому самому спору поставить диагноз. И его нельзя судить. Потому что то, что здесь говорят, и то, что каждый из нас знает, попасть в Россию вообще в больницу кошмар. Попасть в больницу во время праздников, это ау. Это мы знаем, как существуют наши больницы вообще. То, что в наших больницах работают такие врачи, вместо того, чтобы кричать ему о ту, я не буду комментировать на то, да, время там, что там делать с бабками? Рубить. Да. Я буду комментировать то, что меня удивляет, что у нас вообще есть эти врачи, и меня удивляет, что там есть медсестры. Потому что если сегодня эту систему, о которой мы столько говорим, и уже 20 лет мы ее заново отстраиваем, не отстроить так, чтобы врач был обучен. Я два года назад в Первой Градской, в клинике, которая одновременно учебный центр, лежала с диким гайморитом. Я ничего не чувствовала. Я чувствовала вонь. И задавала вопрос, как люди, которые пришли учиться в эту вонь, станут врачами. Эти люди идут, и мы только что знаем эту историю про хирурга, про кардиохирурга, который поднял, да, в своем родном крае, в своей родной деревне вопрос о том, как у них идет обеспечение медицинское, то, чем их должны обеспечить. Остался без работы, и сейчас претендует на зарплату в 6 тысяч рублей, и готов ехать в любую деревню. Параллельно поднимая свой огород, а лечить и поднимать огород нельзя. Или нас лечат, или огород поднимают. Или мы говорим о врачебной системе целиком, или мы не задаем вопроса в том, что там находятся люди, которых самих лечить надо. Это не значит, что у нас нет чудесных врачей. Это не значит, что они как герои, да, в условиях, где... Я знаю фантастического человека, который всю жизнь работал на скорой помощи. Это самое страшное. К тебе попадают и травмы, и сердце, и так далее. Я помню, как он взял в руки фотоаппарат и ушел из медицины, прослужив в ней 40 лет. Он сказал, я больше не могу. Я сшил горло человеку, который попал ко мне с головой оторванной, да, этого не бывает. Мой вьетнамец заговорил, захрипел, и в этот момент медсестры, которые пошли помогать за бабки, привезли алкоголика в острой ситуации, не сделали нужную процедуру. И пациент скончался. А вы как думаете, они не пойдут? Вы посмотрите на их зарплаты. Я вообще не понимаю, почему у нас есть медсестры в клиниках. Понимаете, это системный признак. Эта история вскрыла гной не только в одной конкретной ране. Врачи бывают плохие везде. Врачи делают ошибки. Врач – это не гарантия качества. Но если он нормально обучен, если есть консилиум, если в той же клинике есть несколько профессиональных людей, если клиника держит такого человека, значит, там такой главврач. Понимаете, если она держит такого профессионала. Давайте сейчас пригласим в студию сестру Жени, которая не отходила от дверей палаты все эти две недели. Оксана Синицына в нашей студии. Встречаем Оксану. Здравствуйте. Ой, брат очень хочет жить. Пожалуйста, помогите ему. Он очень позитивный человек. Ему надо жениться, ему надо племянников налоптать. Он очень позитивный человек. Он очень хочет жить. Помогите, пожалуйста, нам. Как чувствует себя Женя сейчас? Сейчас он в реанимации. Врачи говорят, что состояние еще тяжелое. Андрей, вы не даете мне говорить. Вот дайте мне сказать депутату от Краснодарского края. Дайте сказать. Пожалуйста. На сегодняшний день, тогда, когда поступил Женя в Краснодар, сегодня врачи делают все. Даже я сегодня разговаривал, Микишев, Валерий Афанасьевич. Минутку дайте сказать. Руководитель отдела института хирургии имени Вишневского постоянно на связи и выезжал там. Около Жени сегодня имеется психолог. И руководство края сегодня занимается и будет заниматься его дальнейшей судьбой. Но не надо сегодня вершить суд толпы. Почему сразу не оказывали специфицированную помощь? Почему телефон мэра Сочи не был в первый день, понимаете, напрямую, чтобы звонить и разговаривать? Александр Васильевич. Я хочу сказать. Я понимаю, талантливый мальчик Женя Смирнов. Из-за него начинается такой ор. А что же вы молчали, когда тысячи в Афганистане инвалидов без рук, без ног? Не было таких друзей, потому что. Что вы молчали? Если бы друзья не поднялись шутки, чего бы не было. А я по госпиталям ездил. От Кандагара до госпиталя Бурденко. И видел без ног, без друг, ребят. А вы молчали. Я понимаю, жалко Женю. Талантливый человек. У меня на фестивале поступало. Тогда не было нас. И вы не могли бы вывести это все в интернет. И вы поднимаете хаос такой из-за мальчика талантливого. Потерял ногу. Не за него. Есть олимпийские чемпионы-инвалиды, которые добиваются колоссальных успехов. Не за него. А вы денег просите. А почему вы матеря, которые своих сыновей потеряли инвалидами в Чечне и в Афганистане? Нет, 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 нет. Я всю жизнь зарабатывал ногами. Сейчас вы решили это. Давайте успокоимся, Оля. Не надо кричать. И разговор поднимается. Не крик за Женю. Жене помогут. И слава Господи, сегодня есть та самая уникальная сеть, которая позволяет людям объединиться и каждому дать то, что могут. И если бы она была, когда люди оставались с протезами, то тоже помогли бы. И слава Богу, стоп, что люди могут помочь. Разговор сейчас идет о другом. Разговор идет о системе, которая не работает. Оль, прости, Александр Васильевич хочет увидеть пара олимпийцев. Двухкратный олимпийский чемпион Володя Киселев. Сегодня в нашей студии. Твоя точка зрения. Ну, то, что это безалабельность врачей, это очевидно. А то, что Жене стоит продолжать жить, это тоже очевидно. И есть много возможностей в наше время попробовать себя и в других видах спорта в пара олимпийском виде. На сегодняшний день бюджет на здравоохранение был сокращен. Но опять на какие-то миллиарды. Почему? Куда деваются эти деньги? Деньги, которые платим мы, налогоплательщики. Мы хотим получать качественное медицинское обслуживание. А не идти трясясь. Сейчас мы не идем в больницу, не неся конверт, чтобы дать его врачу, чтобы быть уверенным. Мы даем для своего успокоения. Дав конверт, не значит, что тебе качественно помогут. И куча примеров и случаев, которые происходят. И так везде. Я вам хочу сказать, самое модное место Франции, Сантропе, где ставят неправильные диагнозы. И директор отеля мне говорит, я свою жену еле спас. Он говорит, вы с ума сошли. Ни в коем случае, ни в один курортный городок Франции. Нет, только в центр. Только большие города. Въезжайте. Потому что не деньги решают медицину. И врач это человек. И очень часто бывает, да, и мы все знаем, что на Западе бывает, и делают три операции вместо одной, потому что это тройная страховка. Так вот я вам хочу сказать, что как раз когда ребята поднили шум, выяснилось, что это не единственная, Женя не единственная жертва этого врача. Сейчас мы сделаем короткую рекламу. Далее в нашей программе зрителей ждет шок. Жертвы Сергея Стариковского появятся здесь в студии. И расскажут все, что им пришлось пережить. От этого врача. После рекламы. Спасибо, что продолжаете нас смотреть. В фирме, пусть говорят, в эфире сегодня звезда танцпола. Еще недавно 25-летний Евгений Смирнов был звездой танцпола. Чемпион России по брейк-дансу готовился покорить весь мир. Но две недели назад врачи Сочинской первой клинической больницы отрезали Жене ногу. Кубки и медали остались в прошлом. Как говорят друзья, звезда брейк-данса лишился ноги по вине врачей, которые вовремя не поставили Жене верный диагноз. Во время рекламы к нам присоединилась Татьяна Фатеева, которая уверена, что Женю изначально нужно было изолировать от главного врача Лазаревской больницы и везти в другую. Здравствуйте. Вот мой сын. Авария произошла 10 лет назад. Ему сейчас 30 лет. Мы также попали в эту же больницу. Ну, первых 18 часов вообще ничего не делалось, потому что не могли найти нейрохирурга. Нейрохирург был на пикнике. Когда муж за ним поехал в Сочи, он был недоступный. Через 18 часов его привезли, сделали операцию. Он вышел и сказал, что он не жилец. Все. Лежим мы месяц, никто ничем не занимается. Еще был перелом бедра у него. Стариковский вот и занимался переломом бедра. Наложил аппарат Лизарова, месяц мы пролежали. Он ему, не обрабатывая ничего, этот аппарат сразу раскрутил и забрал. Я говорю, вы что делаете? Он сказал, он все равно ничего не чувствует, ему ничего не будет. Он уходит, Стариковский. Я, конечно, в шоке была. Проходит 20 минут, я ребенка начинаю переворачивать, потому что у него были пролежни в первой же больнице. Мы их тоже заработали. Он половину сгнил. Вот. Нога слаживается, кость выходит наружу. Вот. Я обращаюсь к ним, иду, опять же, к Стариковскому, к этому же иду, я к зав. отделению хирургии, говорю, так и так. Вот сейчас мы видим, как ваш сын... Да. Вот это теперь в таком состоянии наш Артем. Помощи нам никто не оказывает. За 9 лет у нас не было ни одного врача в доме. Все мы с мужем сами. Я пошла к зав. отделению поликлиники. Она пригласила Стариковского, он сказал, он нецелесообразно делать человеку то, что ему никогда не понадобится. И все. Они его похоронили заживо. Вот такие люди, сути, не надо. Это такой же энергичный парень. Вы просто не представляете себе. 10 лет лежит он так. Вы тоже знаете. Это их не ошибка. Да, естественно, я знаю, я участвовал в акциях. В акциях деньги. Я был там 10 лет назад, мне 10 лет. Я знаю, и знаю его прекрасно. Вот он такой был. Отлично. Это объясняки, это твари. Извините меня. Почему они еще? А к вам вопрос. Извините, пожалуйста. Как-нибудь будет решаться это со стороны Думы, Краснодарского края, со стороны депутатов? Будет решаться этими уродами? Будет ответить. Он даже урод. Вы не понимаете, вы не видите, что он урод. Я сейчас приглашу для Николая Васильевича еще одного героя. Это Артем Чухрай, который, по его словам, тоже пострадал от Сергея Стариковского. Встречаем Артема. Вы не понимаете, что он не знает, что он урод. Здравствуйте, Андрей. Я тоже попал к Стариковскому. Лежал две недели. 9 по 23 августа. Жара. Врачи ничего не делают. Сразу же подошел Стариковский, намекнул, что мне нужно особое лечение. То есть, иначе вообще мы даже не будем. Но мы видели надпись на его стене. Да, да, да. Хорошо. Знаете, когда вот болеешь, тебе денег не жалко. Ты заплатишь любые деньги, все, что у тебя есть. Заплатили. Но дело в том, что вообще ничего не делалось. Две недели я пролежал в больнице, мне капали витаминки, магнезия, которая расширяет сосуды, и... Парацетамол. Да, парацетамол. За две недели у меня развился отек. Отек, извините, у меня были черные яйца. У меня врач Стариковский и балабан, зам отделения хирургии, на это посмотрели, сказали, у вас все хорошо, это просто отек. Может ли быть от перелома колена быть отек? Когда я уже увидела, что у моего сына начали чернеть пальцы, и что он их перестал чувствовать, я забила тревогу. Я начала ходить к лечащему врачу Стариковскому, поднимать там всех, и невролога, вызвали невролога. Невролог посмотрел, сказал, что что-то не так, нужно вести. Я стала просить направление у Стариковского. Сергей Владимирович, дайте направление в Краснодар. Если вы не понимаете, почему у парня держится температура 42 недели, мы просим, ему колят магнезию, мы просим, отмените этот укол. Он говорит, я не могу. И фигачат ему 5 дней этот укол, а он почти чуть не умирает. Я его на каталке в туалет вожу. Я сейчас скорю себя, что я раньше этого не сделала. Через 2 недели я взяла направление от невролога, не от хирурга. Повезла его частным образом в Краснодар, в краевую первую больницу Чиповского. Когда нас увидели ангиохирурги, это хирурги по сосудам. Они сказали, готовьтесь к ампутации от колена. У него была порвана артерия под коленом. 2 недели, в то время, когда мы находились в больнице, нога просто гнила. Николай Иванович, скажите мне, я ведь не придумываю эти истории. Понимаете, это все цепочка, да? Рано или поздно это должно было как гной, да? Безусловно, прорвало. Андрей, Андрей, позвольте, я обещаю всем, те, кто присутствует в Краснодарском крае, я приеду к губернатору, телефон, и телефон я вам скажу, и все. Значит, обязательно по этому доктору, Стариковский Сергей Владимирович, в целом по этой больничке, необходимо запускать комиссию, краевую комиссию. Давно, не давно, понимаешь, давно. Я это обязуюсь. По Жене Смирнову, я вам серьезно говорю, что лично я беру на кон... Ну а что, надо петь, кричать. А что ты предлагаешь? Помолчи минутку, молодой. Сегодня борьба идет за Женю, и чтобы после всего этого лечения он встал на ноги и был полновесным членом нашей жизни. И что, в России, таких врачей не было. А вот кто борется за него. Зачем вы сейчас исполняете, сидите? Как вас зовут? Извините, я вас не знаю. Николай Васильевич, это вас, ваш депутат, познакомься. Совсем не мой депутат. Извините богу ради. Так вот, борются за него друзья. А вы говорите сегодня. Да. Друзья молодцы. Молодой человек, минутку пусть и упал, я вам скажу. Хорошо, говорите. Сегодня борется клиника номер один, Краснодарская. И если бы не боролись, он бы уже не жил. Если бы не подняли киди, они бы уже давным-давно не боролись, потому что Женя был бы... Александр Ильич, ну согласитесь, что... Гриб, там не поможешь. Секунду. Гриб, там не поможешь. Что ребята, которых вы посещали, жертвы афганской войны, чеченской, но это мирные дни. Почему мы теряем людей? Почему мы превращаем... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И в Советском Союзе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Отвечу. Потому что, когда были дни немирные, мы все молчали. А сейчас орём. АПЛОДИСМЕНТЫ Если бы ребята жили в то время, а их ещё не было на планете Земля, они бы и сказали про Афган, они бы сказали о многом. И знаете, каждый из нас сейчас, и я тоже думаю, смотря на этих ребят, не дай бог со мной что-то случится, а может случиться с каждым. На кого я понадеюсь? На друзей. И у вас друзья есть, которые за вас вступятся и вас выручат. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хочется сейчас просто понять, против системы, видимо, это долгая дорога, должна быть быстрее дорога, чтобы люди, которые, ну у них нет такого количества большого друзей, чтобы они знали, куда обратиться за консультацией. Или в интернете, где найти какие-то вот, ну, дорожки, где искать правду, где сообщить о том, что в какой-то клинике проблемы, где сказать вот. Мы вообще хотим открыть фонд, с помощью которого другие люди, вот такие же, могли бы обратиться. Не каждый может поднять такой шум, и не каждый день этот шум будет подниматься. Поэтому нам и нужна помощь, поддержка людей, для того, чтобы Женя сам смог возглавить этот фонд и сам смог участвовать в Олимпийских играх. Буквально через несколько минут я познакомлю вас с людьми, с которыми вы можете объединиться. А сейчас у нас на связи наш корреспондент Валентин Краснов из Краснодара. Там работает наша съемочная группа, где сейчас проходит благотворительная акция. Валентин, вы нас слышите? Добрый вечер, Андрей. Сейчас мы находимся в центре Краснодара, в сквере имени Жукова. Здесь проходит масштабная благотворительная акция. Она уже идет несколько часов. Сейчас здесь начался проливной дождь, но участники и организаторы не останавливаются. Их цель – собрать денежные средства на лечение Евгения Смирнова. Давайте посмотрим, как происходит акция и дадим слово ее участникам. Здесь благотворительная акция. И надеемся, что это не первая акция. Даже несмотря на плохую погоду, людям просто все равно они не обращают внимания, так как все объединены духом поддержки этому человеку. И все понимают, что такое, когда художник, иными словами, решается рук, и не может заниматься тем, что является смыслом его жизни. Не дай бог, конечно, кому-то из танцоров такое пережить. Но как бы даже не важно, что он танцор или кто, он человек. Случилась беда, как бы мы можем помочь. Почему не помочь? Ребята так интересно танцевали. Потом не погода, дождь, а они вот танцуют. Я заинтересовалась, в чем дело. Оказывается, надо другу помочь, в его несчастье. Я, конечно, не могу быть безразличной. И тоже подсоединилась к ребятам. Молодцы, побольше мы таких ребят, таких сердечных, душевных. Давайте сейчас еще раз посмотрим на Женю, когда он был в расцвете сил и был у друзей на свадьбе. Как он танцевал и что он говорил. Внимание на экран. Вы, мои родные люди, к вам пришел я сегодня поздравить от всей души. Так же, как и моя семья. И сделать все в том, чтобы вы сегодня улыбались. Хочу делать это по жизни, чтобы ваши улыбки с ваших лиц просто не пропадали. АПЛОДИСМЕНТЫ Шоу-группа «Пристайл Баста»! АПЛОДИСМЕНТЫ Ань, пожалуйста, не плачь. Сейчас мы сделаем короткую рекламу. Далее познакомлю тебя с ребятами, которые объединились благодаря трагедии, которая произошла в жизни их друга. Я думаю, что вы найдете общий язык сразу после рекламы. История Никиты Корончикова, которая объединила пол России после рекламы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы смотрите «Пусть говорят» тема эфира сегодня. Звезда танцпола. В центре внимания история чемпиона России по брейк-дансу Евгения Смирнова, который лишился ноги из-за ошибки врача. А сейчас на своих экранах вы видите фотографии Никиты Корончикова, которого уже нет с нами. Он жил в Москве и тоже стал жертвой врачебной ошибки. И трагедия, которая произошла с Никитой, сплотила его друзей. Один из них, Данила Иванов, сегодня в нашей студии. Данила, вы были другом Никиты Корончикова. Как произошло, что, живя в Москве, в центре, будучи успешным современным молодым человеком, у него обнаружили рак четвертой степени? Значит, ровно полгода назад Никиту госпитализировали в клинику гражданской авиации для обследования. И поставили ошибочный диагноз. В течение, соответственно, двух недель его лечили от ошибочного диагноза. То есть и УЗИ, и все анализы, и врачи пропустили огромную опухоль, которая в результате привела к его смерти. Вы понимали, что здесь уже счет идет на часы даже, на дни, как Аня обратились в интернет и стали призывать людей помочь Никите? Абсолютно верно. Я хотел сказать следующее, что, конечно, нужно говорить. Нужно не говорить, а кричать, когда мы спасаем жизнь человека и пытаемся ее спасти. Но мало того, нужно помимо этого делать. И делать как можно быстрее. Ребята, увозите его отсюда. Увозите, потому что мы потеряли время. Мы верили тем самым рассказкам от врачей российских. О том, что мы сделаем, мы поможем. Это были ведущие специалисты, московские специалисты. Но ничего не было сделано. В итоге человек умер. Вы собирали деньги. И давайте посмотрим на обращение Никиты, которое было размещено на сайте. Внимание на экран. Друзья, спасибо всем, кто не остался равнодушен к моей проблеме. Я никогда не думал, что окажусь вот в такой ситуации, что мне понадобится ваша помощь. Спасибо всем, кто откликнулся на призыв моих друзей помочь мне. К сожалению, врачи в России поставили мне неправильный диагноз. И из-за этого я потерял очень много времени. Я узнал, что счет времени для моей жизни идет уже не на часы, а на минуту, конечно. Но осталось жить на самом деле немного. Осталось жить два месяца. Поверьте, это страшно. Это очень страшно. Страшно думать, что это моя последняя весна, что я ее вижу, ее загибаясь в болях. Страшно думать, что лето, которое наступит, я ее просто даже не увижу. Конца лета, середины лета. Страшно все об этом думать, но есть надежда. Есть надежда на то, что эту болезнь можно вылечить. И лечат ее в Германии или в Израиле. Я хочу жить, но я не хочу заходить из этого мира. Поэтому прошу вас поддержать меня, помочь мне. Вот это мне необходимо. Спасибо вам. Популярный телеведущий и певец Арчи присоединился к нам. Арчи, скажи, сколько после этого обращения прожил мне? В общей сложности за четыре дня вся эта история прошла перед нашими глазами. Мы видим, как сейчас известные люди, которые знали Никиту или знали тебя. И Андрей, в том числе, ты тоже с нами был. Спасибо огромное. Только взявшись за руки, вот такие простые ребята, как мы, мы не имеем миллионов там. Но мы насобирали нужную сумму денег за четыре дня. То есть это практически история шести рукопожатий, когда ты знаешь, как будто ты знаешь. Абсолютно точно. Она работает. Я знаю его, он знает его. Мы знаем друг друга. И это значит, что мы знаем друг друга все. Давайте встанем, пожалуйста. Это те люди, которые вот так вот взявшись за руки, как мы все вместе. Мы просто взяли их за руки и объединились. Мы сделали это, и нам это удалось. Я думаю, что все точно так же в этой студии смогут взяться за руки и объединиться в одно единое целое. И мы приняли решение о том, что те деньги, которые есть у нас на счету, в один миллион рублей, перечислить на счет сейчас, человеку, которому деньги нужны. Потому что Женя жив, и мы будем бороться за его жизнь. И давайте так будем идти по жизни все вместе держать за руки. Давайте сейчас пригласим в студию друга Евгения, который тоже выложил на Ютьюбе видео в поддержку Жени Смирнова. Встречаем Алексея. Алексей Горн. Евгения Смирнова. Если Бог с нами, какая разница, кто против нас? Все страны мира собрались, поверились, борются за его жизнь. Я знаю, как это падать духом. Не можем, братки, помочь. И что же делать теперь? Мы помогаем хорам, толпами, рыли и роем. Будем рыть до сих пор планы. Вспомнили, помним. До сих пор Евгений, Женя, Евгений Смирнов. И будет наш брейк Дарсис, где он сейчас в больнице. Мы что будем? Будем помогать до сих пор всем. Чем сможем? Я не говорю того, что не было на самом деле. Все те, кто помогали, будут всеми в деле. Неделями делали дело. Мы все так хотели любить. И будем все любить. Рыжий, не падай духом. Мы с тобой рядом, брат. Скоро закончится ад. Ты хочешь жить, будешь жить, брат. Мы тебе рады были. Будем рады всегда. И не забудем имени. Еще будешь писать. Рыжий, не падай духом. Мы с тобой рядом, брат. Скоро закончится ад. Ты хочешь жить, будешь жить, брат. Мы тебе рады были, будем рады всегда, и не забудем имени, еще будешь писать. Я надеюсь, что история Никиты Корончикова и Жени Смирнова, о которых мы рассказали сегодня, это история о том, что вместе мы сила, вместе мы можем многое, вместе мы можем победить равнодушие. Берегите себя и свои блески. Берегите себя и свои блески.